Вот, допустим, она застревает в своей активности. Она открыла в себе проактивность, на югу пошла недавно, психологические курсы закончила, и у неё открылся фонтан. И она вот в этом фонтане непрерывно фонтанирует. Что тогда вообще, как с этим быть? Потому что это же тоже может просто семью стронуться. Да, конечно, на входе, вроде бы, на входе в отношения они вроде бы более-менее друг друга устраивали. Жена пошла в личностный рост развития, открыла в себе все мыслимые, немыслимые энергетические каналы, вот, и она ещё и познала ведические какие-то писания, и гуру Вивекананда, там, с вами Вивекананда цитирует, просто от зубов отлетает, вот, и Сумирана там была, и на сатсанге. Вот смотри, очень у тебя открылся какой-то творческий поток, и какой-то интерес за пределами семьи, где ты прямо живёшь. Или тебе этот творческий поток, раз он тебя питает, ну, проведи маленький шланг, не взрывайся, держись, держись, дорогая, держись, с вами Вивекананда и Вишну Девананда, они прекрасные мужики, но это не твой мужик. Если ты туда куда-то идёшь, а он в это не идёт, перед тобой станет непростой выбор. Остаться с ним, но снизить свою увлечённость кундалини-йогой. Или уйти туда, но вы тогда на территории сердца расстанетесь. И я хочу сказать, у меня, конечно, нет правильных ответов, но я так говорю, но на самом деле на правильный ответ намекну. Пока этот поток штырит, нового увлечения, новой группы людей, это будет интересно, но в какой-то момент интенсивность любого потока заканчивается. И ты заметишь, что мужа уже рядом нет. Ну то есть он в квартире-то живёт, но вы уже в разных вселенных. И вот возвращаться гораздо труднее будет, чем, например, осознно удерживать интенсивность новых интересов за пределами дома. Если у тебя что добавить к этому, мне очень важен женский взгляд. Я когда-то это сейчас говорила, да поняла одну вещь. Они же постоянно спрашивают, ну если у меня муж прокрастинирует, отвернулся вообще к стене лицом, и вот что тогда мне делать? А она такая кипучая, яркая, и она всё-всё-всё и вся-вся-вся. Или наоборот, иногда мужчина приходит и говорит, что делать? Она в полной депрессии. То есть если один просел в Инском, а другой просел в Янском, вот я пока тебя слушала, я вот это как раз и осознала, что можно не на своём Янском вытаскивать гемота из болота, а можно просто пойти и релакснуть. Потому что если у нас мы состоялось, то баланс энергии будет таков, что если я расслабляюсь, то тебе волей-неволей придётся пойти и сварить компот, как минимум. Да. Более того, есть вот такая хорошая образ, хорошая штука, что мужчине иногда нужно ходить в пещеру. Да. Для того, чтобы побыть собой, вернуться к себе и какой-то где-то круг друзей, где можно на мужском поговорить. Вот. Но тренд года важно отличать человека, который ходит в свою чёрную дыру, от человека, который ходит в пещеру. Пещера по Платону – это место творческого вдохновения. Там всполохи огня и какие-то тени, и рождаются образы. Мужчина, который ходит в пещеру, он возвращается вдохновлённым. Он выходит оттуда и говорит, офигеть, у меня такой проект родился, или я написал такую, просто вот послушай. То есть он сходил к творческому, условно говоря, к большому я, к своей глубиной индивидуальности, и выходит с творческими продуктами, горящими глазами. Вот. Мужчина, который ходит, отсоединяется и ходит в чёрную дыру, он возвращается ещё менее энергетичным, он избегает контакта глаз. И такая интересная штука, что он, ну вот условно говоря, вот она так аккуратненько смотрит, он вернулся вроде из своей то ли пещеры, то ли чёрной дыры. Она села тихонечко и так, ну типа может вяжет, может быть краем глаза смотрит так. А вот она пришла, а он ушёл сразу. Это значит он в дыре. Вот. Поэтому, смотри, первый момент, женщина может намекнуть и сказать, что мне сложно стало в последнее время с максимально бережной интонацией о себе. Но вытащить женщину из чёрной не по силам. Вытащить мужчину женщине не по силам. И женщине мужчине. Поэтому мы здесь говорим, что помочь может только старший какой-нибудь консультант, учитель, который своего пола. Вот. И к которому можно обратиться. Ну как только туда посылает женщина мужчину, мужчина сразу противится. И наоборот. Вот. Ну есть хорошие такие мягкие ходы, что если тебе сложно со мной, ну как бы я не знаю, если с моей стороны что-то нужно. Я, ну я здесь, я на территории любви не уходил. Вот. Мне в последнее время, ну, одиноко. Вот я рядом, я смотрю, ты мне избегаешь. Я не в претензии, я понимаю, что у тебя свои процессы. Я сейчас по-женски так говорю. Ну как-то, ну, вспомни обо мне. Ты помнишь, было время, когда ты видел меня. Я видела тебя. Если в этот момент идёт разворот к стенке, женщине очень больно. Ну что ты опять начинаешь. Да, 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 да. Учитывать ещё, что в нашем прекрасном русском менталитете мужчины не могут говорить в своём большинстве своих чувств, переживаниях. У них есть сумасшедшая установка, что это надо, ну, типа, проколбаситься самому и выйти. И в этой, в этом колпаке, ну, то есть пережить самому, есть такое, что мне надо пережить самому. Почему мужчины не делятся переживаниями, чувствами с женщинами? Я скажу такой момент. Это по той или иной причине, то ли опыт отношений с этой женщиной, то ли с женщинами, в принципе, что если он делится своим проблемным пространством, она может это использовать против неопыта. И так, значит, он выстаивает. Если они на территории любви, то я понимаю, что моя замкнутость пугает тебя. И я могу тебе сказать, почему сейчас что-то. Может быть, я сейчас работаю над каким-то курсом. Я здесь, я с тобой, чуть-чуть меня оттуда свернуло. Я тебе говорю фразы, которые тебя, как женщину, оставляют в состоянии, ну, естественной безопасности. И что ты понимаешь, что не то, что я кого-то нашёл. Или обдумывая план развода. Нет, я говорю, я с тобой. Сейчас что-то мне как-то куда-то утягивает. Ну, нормально. Я найду те слова утешения полминуты, при которых женщина успокоится, а я доработаю свои внутренние процессы. Есть такие внутренние процессы, которые только индивидуальны и которыми трудно делиться. И более того, я скажу, что не совсем правильно, когда мужчина всё, что переживает, выкладывает женщине. Она превращается или мамой, или психотерапевт таким образом. Самое главное, что может дать мужчина-женщина это чувство защищённости, безопасности, надёжности. Но когда он молчит, она не чувствует себя в безопасности, защищённости и надёжности. И поэтому, если он молчит, потому что сам не знает, то очень важно, как раз, что у него есть мужской круг. Я хочу как поводу кругов, как мужских и женских, ещё дополнить. У меня был опыт в сельских моих каких-то путешествиях. Я пришла на женский круг. Дай сюда глаза. Да, я пришла на женский круг югический. И там собрались югини, они сели в женский круг, взяли ом в руки и поговорили о консервации немножко, про каких-то черенки. А потом начался сам мастер-класс, как правильно манипулировать мужчиной, чтобы он делал то, что ты хочешь. И вот в этот момент я совершенно чётко... А я знаю, на мужских кругах я тоже случайно так получала, что я знаю, что бывает иногда на мужских кругах. И вот я точно поняла, что мужские круги и женские круги, они для семьи составиваются как ресурсное пространство в том случае, если оба, приходя с этого круга, несут в семью полноту, гармонию. Если в этом есть ощущение того самого баланса, о котором мы говорим, если это добавляет нам баланса, если это внешняя история, которая наоборот разжигает межполовую враждебность, вот тогда как раз и получается, что нам не срезонировать потом. Да, потому что в мужском круге накачается мужское эго, в женском накачается женское эго, да, для того, чтобы воевать уже как бы тяжёлой артиллерии. И в этом смысле ведущий или женского, или мужского круга должен быть, ну, как бы представлять интересы Бога, а Бог за всех. И свою чёрную дыру совершенно точно уже превратить в источник всяких прекрасных цветочков. Субтитры подогнал «Симон»